Откуда это столько ясностей, распогодившейся синий? Да это снова красно-масленка, пошла гулять по всей России. Масленка, масленка, конец зимы гуляем мы. Масленка, масленка, конец зимы гуляем мы. И вот тут начались чудеса. Никто не верил в чудо, тот обязательно поверил, потому как в этот день погода провожать зиму как-то не собиралась. С утра дул холодный пронизывающий ветер, и о оттепеле только мечталось. Но чудеса в русских банях на Малиновой начались. Кто бы мог подумать, но когда на поле вьюга и бушует ураган, здесь искрился юмор, было весело и абсолютно не холодно. И собрался здесь и старый млад. И, ну, по крайней мере, я никакой информации о праздновании масленицы здесь, в русских банях ни в прессе, ни читал, ни по радио не слышал. А значит, здесь собрались те, кто любит чистый, исконный русский пар и дух, приготовленный на натуральных дровах, втертый настоящими парочками и массажистами. И что сейчас русские бани? Это не просто комплекс действительно лучших бань. Это исконно русские традиции гостеприимства. Но скажите, кто еще абсолютно бескорыстно может организовать катание на квадроцикле, снегоходе и санях? Кто устраивает поистине благотворительную праздничную кухню? Кто дарит подарки детям? Да кто вообще не скурился и не окресился в период, когда банки в нам устроили в АТРО? Так вот, значит, что востребовано и что не потеряно. Российские русские традиции любят всем. И они-то здесь и культивируются. Здесь место того настоящего семейного общения в нашей истории. Истории могучего государства без национальной неприязни и нетерпения. Но на протяжении тысячелетий ведь были одной единой семьей. И это к слову о том, что русские бани любимы всеми. Но мы бы слукавили, работая с подсадными утками. То есть с постоянными клиентами. Вот мнение тех, кто попал на праздник, вроде бы случайно. Как вам праздник-то? Хорошо. Почему дома не сидим, оказывается, в воскресенье? Разве можно усидеть в такую погоду дома? Надо немножко хоть посмотреть на людей и себя показать, чем не может. Может тоже вот лотерейки взяли, может выиграем что-то. Вы в русских банях бываете? Да, да, да. Сын нас возит иногда. Ну как вот это, хорошо с семейкой-то в баньки попавится? Да, с семьей, мы все вместе всегда, всей семьей, родней собираемся и нормально отдыхаем. Вы, наверное, из того поколения, кто любил в свое время, едет в деревню. И потому что обычных бань не было. Сейчас какие бани есть? Правильно, правильно. Конечно, не сравнить, как было у нас. Ну, нравится, хорошо. Хорошо. С праздничком вас тоже. Что греет в такой холодный день-то? Настроение? Масленица чувствуется? Конечно. А когда весна там наступит? Вчера было минус 25. Будем надеяться. 12-го. Обязательно. Часто здесь бываете в гостях? Ну, вообще-то мы так первый раз, но не получалось с работой. А так вообще мы любим русские бани. Масленицу первый раз сюда приехали. А в баню уже настроили, что юбилей будем отмечать. Вот общая обстановка, что вам напоминает? Знаете, дома в деревне когда-то. У нас бабушка жила в деревне. И вот именно в деревне самое то. Вот такая баня, обстановка, все друзья. Как вы думаете, сколько стоит построить такую в баню, примерно, в деревне? Очень дорого. Смысл есть? А если ценить по рабочей цене, как люди зарабатывают в Магнитогорске, то это нереально. Проще сюда прийти и попариться здесь? Конечно. Но ничего случайно не происходит. Такие события – это результат постоянной и кропотливой работы по совершенствованию сервиса. И не быть его, ни праздника, ни чуда не состоялось бы. И пришли бы только любители халявы, а не здорового образа жизни. Кстати, здоровьем здесь с менее активной частью, зрителями, наблюдателями делились именно те, о чьем здоровье взрослые заботиться должны бы – дети. Так вот, все конкурсы с богатыми призами прошли на ура. И не поверилось, но поколение Кока-Колы, гамбургеров и компьютеров – это не наше будущее. Так получается. Мы нашли клад! Скажи, Степан, ура! 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 Мы нашли! Это что-то не скромный клад, да? Там приз, конечно! Слушай, а почему не сидим дома, в квейк играем, там, что там последнее модное? Да у меня просто здесь отец работает, мне вот интересно на васяницу прийти. Вообще интереснее здесь вот что-то искать, искать, бегать там, чем в компьютере сидеть играть. Конечно, весело, свежий воздух, приятно. Не знаю откуда, но, наверное, у руководства «Русский бань» на малиновую пионерскую зорьку из радиоточки не отключил никто. Это поистине неконтролируемая и, главное, созидающая энергия. Она, энергия, делилась призами, да и какими – парения, посещение русских бань, разных. И это только цветочки. Ягодками были призваны лотереи. А главная ягода в количестве четырех штук висела на столбе. Вот только путь туда был заказан. Да, и развеем миф, если таковой и имеется, про элитарность и недоступность этого комплекса. Развеем миф устами очаровательных красавиц, предлагающих кому подкрепиться, а кому и согреться. Вот они, реальные, некосмические цены. Это что, правда, что можно чайку попить за 10 рублей и блинчиков покушать? Да, конечно. Все на 10 рублей. И конфетки тоже 10 рублей? Конфетки 50. А что еще вкусненько вы приготовили сегодня? Плов, реки, плов, шашлык. Ну и в завершении про чудо. То самое. Зима года 2011 не такая холодная, как предыдущая, но подарок-то приготовила. И уходить 6 марта, а именно тогда в русских банях на Малиновой праздновалась Масленица и не собиралась. Зима цеплялась всеми силами. Морозила не по-детски, издувала огонь, не давая спалить символ зимы уходящей. Но решение магнитогорцев было неумолимое. И как только бабу символ зимы спалили, вместе с бедами и неприятностями прошлых времен, погода в раз изменилась. И уже вечером этого дня и днем дня следующего весна осней и жизнь вступили в новую стадию, которую больше всех любит тот, кто понимает прелести лета, зная кошмары зимы. Откуда это столько ясностей, распогодившейся синий? Да это снова красно-масленка, пошла гулять по всей России. А-а-а, масленка-масленка, конец зимы гуляем мы.